Привет всем! Сегодня я записываю курс игры на классической гитаре. Почему на классической? Потому что классическая гитара это база, это фундамент, это просто основа. Я хотел бы рассказать немножко о конструкции гитары, самые базовые моменты. Значит, это называется у нас корпус или кузов, резонатор, струны, подставка, собственно, гриф, лады, то есть деление, головка к грифу, основание грифа и колковый механизм. Сейчас речь пойдет о посадке гитариста. Самое главное, чтобы посадка была удобной и комфортной, мы садимся на краешек стула. Для левой ноги мы используем вот такую вот подставку, она уже регулируется под индивидуальные особенности. Садимся на краешек стула, левая нога у нас стоит на подставке, спина выпрямляется, корпус немножечко вперед. Значит, основание головки грифа у нас примерно на уровне глаз, плюс-минус, там погрешность тоже может быть. У нас создаются четыре точки опоры. Первая точка опоры это левое бедро, вторая точка опоры это правое бедро, третья точка опоры это сам корпус и четвертая точка опоры это предплечье. Теперь перейдем уже непосредственно к правой руке. Означение пальцев в правой руке. Большой палец это палец P, указательный палец I, средний палец это палец M и безымянный палец это палец A. В данный момент речь пойдет о правой руке, как ее правильно поставить. Как же ставится правая рука? Для начала нужно расположить предплечье на деке, свободно опустить руку, затем большой палец правой руки поставить на шестую струну. Мы опираемся кончиком большого пальца на шестую струну, затем кончик указательного пальца фиксируем на третьей струне, средний палец мы ставим на вторую струну и безымянный палец мы располагаем на первой струне. У нас получается вот примерно такой вот вид в правой руке. Представим, что в руке мы держим что-то круглое. Это может быть либо яблоко, либо мячик. При постановке большого пальца мы должны сделать так, чтобы он перекрещивался с указательным пальцем. То есть ни в коем случае большой палец не должен располагаться внутри кисти. Это грубая ошибка. Его можно для этого немножко выдвинуть левее. Для того, чтобы если вы посмотрите сверху вниз на правую руку, будет перекрещиваться, то есть своеобразный крест, образовываться большой палец с указательным пальцем. Пальцы в идеале должны держаться собрано, вместе. То есть как веник, не как грабли. То есть в разные стороны они должны быть максимально близко друг к другу. При постановке правой руки запястье как бы продолжает линию руки. Нужно слишком, во-первых, загибать запястье вот правее. Основные ошибки это когда запястье становится параллельно струнам. Это тоже грубая ошибка считается. Оптимальный вариант, когда вы ставите запястье таким образом, чтобы у вас пальцы указательный, средний, безымянный. Они как бы висели под прямым углом к струнам. Такое правило вертикали. Вертикально располагались. Далее у нас есть небольшой бугорок. Его еще называют мостик. То есть рука должна иметь такой небольшой бугорок. То есть ни в коем случае не располагать вот так. Потому что тем самым вы парализуете подвижность правой руки. Теперь мы будем играть перебор или арпеджио. Первый момент это басовая струна опирается на соседнюю струну. Мы поиграем исключительно бас. Шестой бас. Останавливаемся на пятой струне. Далее опять идем на шестую струну. Дергаем и останавливаемся на пятой струне. Главное здесь выдержать ритмическую пульсацию. Раз. Два. Три. Четыре. Расскажу про звукоизвлечение. Чтобы добиться полноценного звука, вам необходимо оттянуть струну. Оттянуть струну пальцем. Как бы ее защипнув. И фалангой сгибательной потянуть наверх. То есть мы оттягиваем, оттягиваем струну и отпускаем. Идет колебание. За счет этого колебания идет звук. Движения должны быть максимально экономными. И самое главное, чтобы палец не задевал соседние струны. То есть когда мы извлекаем указательный палец, мы сгибаем фалангу пальца. И делаем так, чтобы звук изначально был, посыл звука был мощный, динамичный и громкий. То есть для этого нужно оттянуть струну посильнее. Можно даже руку сместить к подставке. Здесь звук будет более плотный. Оттягиваем струну. Давим на струну. Оттягиваем струну. Цепляем ее. И у нас получается полноценный звук. Первая формула перебора. Это будет P и M A. Где палец P это шестая струна, палец E третья, палец M вторая и палец A первая струна. Обратите внимание на то, что у меня остается басовая струна на пятой. Далее. Кисть статична. Она не делает никаких лишних движений. Далее я извлекаю третью струну. Защипываю. Оттягиваю. И беру звук. После того, как вы отработали навык игры PIMA, можно уже играть возвратный перебор P и M A M E. Это шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Объясняю в медленном темпе, что я делаю. Во-первых, я оставляю опору на пятой струне. Рука у меня статична, то есть не двигается. Далее я подвожу палец к третьей струне, оттягиваю струну, защипываю. Звук у меня идет. Далее палец остается в воздухе. Далее я извлекаю вторую струну. Оттягиваю, защипываю. И то же самое делаю с первой струной. И возвратное движение на третью струну. P, I, M, A, M, E. Старайтесь, чтобы пальцы в фаланге были согнуты, чтобы они не были прямыми. Иначе это будет грубой ошибкой. Ну и понятное дело, что так максимально некомфортно играть. Третий перебор, который я хотел бы вам показать, это перебор P, I, M, E, A, E, M, E. Мы извлекаем шестую струну, далее идет третья струна, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Старайтесь играть с хорошим посылом, полноценным громким звуком. Для этого нужно сместиться к подставке. Многие песни играются вот таким вот перебором. Следующий перебор у нас идет P, I, M, A вместе и опять I. Мы играем палец P, далее играем I, M, A вместе и возврат на палец I. Шестая, третья, первая, вторая вместе и возврат к третьей струне. Не забывайте о том, что рука должна быть статична. Она не должна делать амплитудные движения вверх и вниз. Поэтому для этого я стараюсь говорить, чтобы в первое время мы играли с опорой на пятую струну. Иначе в противном случае у нас получаются вот такие вот разные движения. Лишние движения рукой, которые просто надо исключать. Следующий перебор это когда мы одновременно берем три звука. То есть шестая струна и одновременно мы извлекаем, дергаем три струны. Для этого мы ставим все пальцы на струны, немножко оттягиваем струны, делаем щипок. Полноценный, мощный такой щипок. Б и МА вместе. Далее мы дергаем шестую и два раза три струны. Так называемый темп вальса. И можно еще напоследок сыграть. Это были основные переборы.